В тот день, когда мы приехали к ребятам на беседу о дятичах, на город Видный обрушился настоящий ураган. Слушая рассказ о жизни древних людей здесь, в наших краях, невольно представились просторы, где жили наши далекие предки. Многие, даже взрослые, не знают о детишке, тем более, что здесь у нас на Видновской земле было теплое море. И это море отпечаталось в камнях, которые нашли на пахре, сюда принесли, и эта история уже для всех. На постоянной экспозиции в историко-культурном центре Видновский край с древнейших времен до наших дней один из стендов посвящен вятичам, прародителям славян. А экспонаты, расположенные в витрине и найденные здесь в Ленинском районе, свидетельствуют о поселениях древних людей. Наш видновский археолог Евгений Шорохов на склоне Тимоховского оврага нашел удивительные вещи. Вот у меня в руках частичка, которая принадлежала славянскому племени вятичи. Селища вятичи обнаружены в горках Ленинских, Мисайлова, в Расторгуеве. Найденные находки свидетельствуют о том, что проживавшие на нашей территории вятичи в основном занимались земледелием. Ребята узнали о том, как они одевались. Когда девушка была уже, еще не была в замужье, то все, когда она шла искать себе будущего мужа, то все бабушки, мама, они отдавали ей сережки. Вот такие. И мне теперь захотелось после этого рассказа прочитать книгу о вятичах. Мне так понравился этот рассказ, что я буду читать все главы. Я думал, у них были такие же современные дома, как и у нас сейчас. А оказывается, у них были землянки. Больше всего мне понравились обереги, их одежда. Мне больше всего запомнилось о их быту, о их занятиях, как их дома состояли, об их хобби. Ловили, как они рыбу, как они делали украшения. Думается, после занятий для школьников нашей предки-вятичи ребята еще больше заинтересуются историей родного края.